Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрите итоговый выпуск программы Ньюстайм на канале Русонг ТВ и прямо сейчас о главных событиях в отечественной музыке. День рождения Доминика Джокера. В Москве прошел фестиваль Парк Лайф и другие новинки от отечественных звезд. Группе Пицца этим летом не до отдыха. Трио во главе с Сергеем Приказчиковым гастролирует в поте лица, готовит новую пластинку к выходу этой осенью и совсем недавно ребята выступили в Москве на своем сольном концерте. Всем здрасте, это Пицца. Вы смотрите Русонг ТВ. В начале пятничного летнего сольника Пиццы звучит соответствующий хит-группе. Вот только самим авторам гимна грядущих выходных далеко не до отдыха. Запишем альбом, потом осенью его выпустим, потом презентуем его и может быть зимой. Третий альбом Пиццы намечен на осень. Независимость музыкантов для них главный критерий. Не ориентируясь ни на что мы это делали. Ориентируясь только на собственный вкус и собственный вот этот... Вау! И если раньше в песнях Пиццы были дни недели, например, пятница и вторник, то теперь пришло время для женских имен. Вслед за ранее выпущенным треком Надя на новом альбоме будет песня Аня. Ну а ради такого интригующего альбома не жалко и целое лето потратить. Всем привет! С вами Вера Брежнева. Вы смотрите Русонг ТВ. Отечественные звезды покоряют иностранные языки. Вера Брежнева выпустила клип на английском. Как призналась звезда, новым творением Фил она не стремится к покорению Запада. Просто песня родилась именно такой. Экс-участница Тату Лена Катина уже выпускала англоязычный альбом, а теперь увидела свет испанская версия дебютного альбома певицы. А парни из группы Франки, ранее исполнявшие песни на английском, наоборот, сменили язык на наш родной. И уже осенью выпустят долгожданный второй альбом полностью на русском языке. Такие вот смены языка на отечественной сцене. Этим летом был ровно год с момента ухода из жизни Жанны Фриске. Память о певице продолжает жить не только в ее песнях. Недавно стартовал благотворительный проект «Жанна Фриске. Я рядом». Благотворительный проект «Жанна Фриске. Я рядом» создан для сбора средств в помощь нуждающимся детям. Серия мероприятий при поддержке канала Русонг ТВ стартует с пресс-конференции, на которой присутствуют члены семьи певицы и организаторы проекта, заручившиеся их поддержкой. Алексей такой человек. Я с ним встретился, сходил с ним в церковь не один раз, сходили. Послушал батюшку, что он о нем сказал. И посмотрел на этого человека, просто в глаза ему посмотрел, с ним пообщался. Меня вообще потрясла история Жанны, как она боролась за свою жизнь и отдала свою жизнь ради жизни своего сына Платона. И помогала детям, даже когда она сама была больна. Вслед за пресс-конференцией прошел и благотворительный концерт, средства с которого пошли в помощь детям из Мировского детского дома Воронежской области. На концерте не обошлось без хитов Жанны. Мы пытались сделать кавер медленный, красивый. Что на наш взгляд получилось? Когда мы уважаем людей, которые уходят раньше времени, должны помнить о том, что их уход – это нам назидание, чтобы мы относились друг к другу с любовью, с уважением при жизни. Скандального опыта прошлого сбора средств, связанного с именем Жанны Фриске, организаторы не боятся. И одним лишь концертом, и одним детским домом проект не ограничится. Сейчас это джаз-клуб, так у нас в перспективе есть и классическая музыка. Действительно будет реальная помощь, потому что я знаю Алексея и доверяю ему, и понимаю, что все будет честно, и никаких подвохов здесь ждать не надо. А мне самое главное, чтобы больше никогда не было грязи по отношению к моей дочери. Все отчеты о средствах будут публиковаться на сайте общественной организации «Социальная перспектива». На этой неделе 19 июля свой день рождения отмечает Доминик Джокер. В этом году певец дал свой первый большой сольный концерт в Москве и недавно выпустил альбом лучших песен. В тематике творчества заядлый романтик уже давно не изменяет себе. С вами Доминик Джокер. Я люблю Русонг ТВ. Текущий год был насыщенным для Доминика Джокера. Состоялся первый и удачный сольный концерт в Москве и выход сборника лучших хитов «Драсскот. Любовь». И, как утверждает певец, все в этой жизни ради нее. Я на какое-то время отходил от песен о любви, о счастливой любви в том числе, и как-то все равно меня к ним вернуло назад. Ну а этим летом певец снял клип на песню «Знаешь» уже в танцевальном стиле. Песня является дуэтом Доминика с его любимой девушкой. А в клипе будет много звездных гостей. Мы, скажем так, застраховались, перестраховались. Мы включили тяжелую артиллерию в лице наших друзей. Но мы не медийностью пытаемся притянуть людей, мы пытаемся донести их свет. Так что песня хоть и танцевальная, но все равно пронизана любовью. Желаем Доминику Джокеру в день рождения новых хитов и неиссякаемой романтики. Один из недавних уикендов стал настоящим подарком для ценителей музыки на открытых площадках. В Москве уже в четвертый раз прошел фестиваль «Парк Лайф». В этом году «Парк Лайф» обернулся двумя днями под открытым воздухом на столичном стадионе, десятком артистов на сцене и тысячами зрителей. Одними из первых на сцену вышел британский инди-дуэт «The Kills». Харизматичная блондинка Эллисон и ее коллега Джейми уверенно раскачивали российский стадион, причем впервые. Мы не часто играем на стадионах, сегодня у нас это в третий или четвертый раз. Но я в любом случае всегда волнуюсь перед выходом, вне зависимости от того, сколько в зале человек. Здорово выступать первый раз в Москве, даже не знаю, чего ожидать. Ирландцы «Тудор Синема Клаб» в России были не впервые, но этого приезда парней вообще могло уже никогда не быть. После успеха во второй половине двухтысячных, Алекс, Кевин и Сэм пару лет назад перегорели в погоне за славой и вовсе разошлись на неопределенный срок. Мы записали два альбома подряд, гастролировали пять лет, порядком устали друг от друга и потом решили отдохнуть. А прошлым летом мы вновь стали общаться и тусоваться. У нас на первом месте именно дружеские отношения. Ну а британец «Пессенджер» и вовсе раскачивал стадион в одиночку вместе с гитарой. Вначале я пять или шесть лет был простым уличным музыкантом, играющим по миру. Дела шли медленно, но однажды я отправился в тур с Эдом Широном. Меня тогда услышало множество людей и очень вовремя вышла хитовая песня. Одними из главных хедлайнеров стали Red Hot Chili Papers. Перцем уже за полтинник, но время, похоже, не подвластно над группой, уже ставшей поколенческой. Мы с папой просто смотрели вместе клип перцев и мне понравился. Ну они драйвовые такие, прям энергичные ребята и заряжают энергией всегда. А вот после сета группы случился курьез. В аэропорте Минска некто из сотрудников настоял, чтобы группа расписалась на плакатах Металлики. Мы попытались объяснить, что мы не Металлика, но они настаивали и власть была у них. Ну а на прошедшем четвертом фестивале Park Life власть была за музыкой, тысячами фенов и погодой, которая не подвела. Пока звезды продолжают трудиться над новинками, наши зрители, как и прежде, могут увидеть лучшие концертные выступления любимых артистов в эфире программы Russong Live. Вслед за концертом Дениса Майданова смотрите в эфире Russong Live выступление Алсу. Время выхода Russong Live в субботу в 12 часов дня, в воскресенье в 22 часа и в среду в 16 часов по Москве. Привет, мы группа «Время и стекло» и вы смотрите Russong TV. Как мы и рассказывали пару выпусков назад, дуэт «Время и стекло» снял новый клип «Наверно потому что». Видео недавно увидело свет. Творение мало чем отличается от предыдущих хитов группы и, как и прошлые работы, давалось с кровью и потом. У нас не бывает вот такого, чтобы мы пришли, просто отснимались и ушли. Всегда кто-то опоздает, что-то поломается, будет жарко. Для нас это хороший позитивный знак. Когда ты проходишь через какие-то сложности, всегда получается суперрезультат. Вот и певца Натана недавно ждал сюрприз, правда, уже на концерте. На выступлении в Кемерово перед певцом не устоял пол. Но проверку на прочность Натан прошел и продолжил концерт. А теперь узнаем, кому из отечественных звезд улыбнулась фортуна в чарте ТОП-10 на Russong TV. Не забывайте голосовать за своих любимых артистов на нашем официальном сайте. Группа «Серебро» уже в третий раз пребывала на третьем месте. Успев было возглавить чарт неделей ранее, Юлиана Караулова в прошлый раз оказалась уже на втором месте. А Потап и Настя вернули себе лидерство и оказались на вершине уже в четвертый раз. Как сложатся судьбы отечественных хитов на этой неделе, смотрите в текущем выпуске ТОП-10 на Russong TV. Друзья, на сегодня это все музыкальные новости. Подписывайтесь на Russong TV, Вконтакте, Инстаграме и Фейсбуке. Меня зовут Андрей Галтеев, вы смотрели программу Ньюз Тайм. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok